Передомо слово, во-первых, музея Андрея Рублева, музея русской иконы, Аранта, и я завершу нашу торжественную речь вот таким финалом. Оксана Викторовна. Я очень надеюсь, что под словом старшество понималось количество икон, представленных на выставку. Значит, я прежде всего, безусловно, хочу поздравить всех участников, организаторов проекта. Надеюсь, что выставка станет знаковым событием и в жизни города, и в деятельности фонда. Поздравляю всех и, наверное, предлагаю не останавливаться на достигнем. В частности, в собрании наших музеев есть еще целый ряд икон. Это святой, уникальный святой, почитаемый в равной степени как православным, так и патолическим миром. Поэтому образы ее, то количество иконографических изводов этой святой, оно просто поражает. И это, я надеюсь, старт для большой и серьезной деятельности. Спасибо. Добрый вечер, дорогие коллеги. От коллектива «Музей русской иконы» и от основателя Михаила Аврамова я могу только присоединиться к тем словам, которые уже сказала Оксана Викторовна. Я хочу поздравить коллектив с такой замечательной работой, с прекрасным проектом, пожелать сельских успехов в реализации дальнейших планов. Ну и, собственно, поздравляю всех. Я представляю салон «Аранта» Малыхина Натальи Степановой. Я хочу поблагодарить организатора за то, что выставка действительно грандиозная. И как музейщик музейщику у меня огромный стаж, правда, немножко в другом музее «Панорама Бородинской битвы», но тем не менее выставка просто замечательная. Спасибо, что пригласили и меня, и как представителя салона «Аранта». Спасибо. Ну, как вводят этот итог, хочу тоже сказать большое спасибо Никите Николаевичу, Юлию Селиной, многим другим сотрудникам, Ольге Анатольевне Горбрук и многим другим сотрудникам Екатеринбургского музея. Один из лучших региональных, если не лучших, региональных музей нашей страны по силе экспозиции, по вдумчивой работе с материалом и профессионализмом. Это действительно один из таких вот примеров прекрасной работы музейной. И хотела бы вас поздравить с тем, что ваш город называется именем действительно прекрасной святой, святой Екатерины, значение которой для России одно из, наверное, ключевых в судьбе нашего государства. И, как вы знаете, он назван в честь Екатерины Первой, супруги Петра Великого. И орден был утвержден тоже в честь именно Екатерины Первой, которая по совместительству еще и была прекрасной супругой. А как вы знаете, по своему житию Екатерина Святая была невестой Христовой и единственной из всех святых, жен, дев, является его невестой. Поэтому такие вот многозначные образы святой Екатерины, которые проявляются и в тонографии, и в самом смысле образы этого, этой великой святой, сконцентрированы теперь в вашем городе. И я поздравляю музей и надеюсь, что действительно это будет проект, который такой долгоиграющий, наращивающий, в общем-то, такие изобразительные обороты и многие другие проекты.